Добрый день, дорогие друзья! Многих наших соотечественных интересуют вопросы медицины. Сколько стоят медицинские услуги, ну и, соответственно, качество. Я коротко расскажу о нашем экспириенсе, о нашем опыте. Сколько мы заплатили, какие услуги нам оказали. А вы уже сами решайте, дорого это или нет. Я обращался в медицинское учреждение, когда мы жили в Дигасе. И хотел проверить супругу, так как она жаловалась на боли желудки. Ей делали УЗИ, мы даже сдавали кровь, потому что я думал, что у нее панкреатит. Так как ей выписали таблетки от панкреатита где-то в 17-м году. Стоимость не помню сейчас, но вопрос только в том, что впоследствии, когда мы жили в Турции, супругу очередной раз прихватила, вызвали скорую, и оказалось, что у нее хронический аппендицит. Ну, там поставили диагноз острый аппендицит. Ну, я сделал выводы, что у нее был хронический, потому что я спросил у врачей, а есть ли у нее панкреатит. Они сказали нет. В Турции провели полное обследование, пропустили через томограф, брали кровь и все, что надо. Моя супруга рожала нашего сына в городе Дигас, расположенном Минданаву, в частной клинике. Доктор Дигас называется, или Дигас Док. Кеселевое сечение обошлось практически 2000 долларов. Но у моей супруги был иншуранс, то есть медицинская страховка государственная. Все лекарства, которыми мы пользовались в гостили, бесплатно. Также была какая-то определенная скидка. Многие врачи, специалисты на Филиппинах, имеют свой офис, то есть в городе снимают какой-то офис и оказывают услуги. Обычно стоимость равна 10 долларов. Если бывает нужно, они направляют в какую-то клинику, сделать тесты, анализы сдать. И очень часто врачи предлагают вам лекарства. Сразу же продают, а иногда бывает и выписывают рецепт. На Филиппинах обычно применяют метод, кто первый пришел, тот первый обслужен. Моя супруга в 2017 году, когда заболела, у нее были очень сильные боли. Она поехала в другой поселок, можно так сказать. Приехали в госпиталь государственный. И вот у нее были боли, она сидела, плакала. Никто не обращал внимания. Подошла очередь, никаких анализов, ничего не брали. Дали таблетки и вперед, домой. До этого она, когда устраивалась на работу за рубеж, жила в Маниле, у нее вот первый раз прихватило. Ее также возили в госпиталь, но они тоже не определили, какой у нее диагноз. Я предполагаю, я не врач, так как не было томографа, а томограф, как говорится на Филиппинах, не везде, не во всех госпиталях. У нас Минданал, по-моему, давала есть. Я давно, правда, этим интересовался. Может быть, поэтому они не смогли определить, что у нее хронический аппендицит. Очень часто они говорят, какой у тебя диагноз, поэтому надо самому спрашивать, чтобы потом можно было перепроверить. Качество услуг, ну, это зависит от врача. Если врач хороший, у него есть соответствующий опыт, или же госпиталь хороший, то, соответственно, и качество услуг будет нормально. По крайней мере, супруга рожала ребенка, делали кесаревое сечение. Мы довольны как врачом, лечащим, так и тем, как провели операцию. Один минус, как я сказал, это ее прошлое. До брака она обращалась в разные медицинские учреждения. И у себя здесь, в нашем поселке, где-то двое суток, когда пролежало, примерно, тоже ничего не определили. Делали капельность и так далее, и тому подобное. И отпустили домой. А потом мы уже выяснили, что это хронический аппендицит, потому что двое родственников у нее умерли. Близких родственников. И один из родственников умер уже, когда мы жили вместе, в браке. Мы находились в Турции. Ну, чуть впоследствии мы узнали, нам до этого никто не сообщал, что возникли проблемы у ее тети. А на Филиппинах как лечат в деревне? Делают массаж. Вот делали массаж ей, и в итоге, вы сами знаете, что разорвало все это, и человек ушел из жизни. Если вы приедете на Филиппины, и вам придется жить в деревне, ну, это я даю рекомендацию обычно тем мужчинам, которые собираются жениться, и многие ищут невесту в деревне, некоторые живут, даже молодые ребята, я вот видел пару видео. Какую рекомендацию я хочу вам дать? Местные филиппинцы обычно купаются, моются, используют воду с колодца. Мой прошлый опыт, я имею в виду прошлого года, говорит о том, что мы не обладаем тем нуманитетом, который есть у филиппинцев. То есть в этом колодце могут быть разные бактерии, вы умоетесь, минимум у вас начнутся проблемы со зрением. Я имею в виду с глазами. Не помню, как называется эта болезнь, но когда гноятся глаза, у сына и у меня все это произошло. Мы не знали, что лучше не использовать, как говорится, воду из колодца. Ну, мы вернулись в Турцию, буквально прожили мы три недели и, соответственно, вылечились. Если вы едете на Филиппины с маленьким ребенком, я бы хотел вас предупредить, чтобы ваши дети не игрались с землей, не говоря уже о домашних животных разных, там собаках, кошках и так далее. В этот раз, когда мы приехали, я не знаю, из-за чего получилось. Может быть, когда сын смотрел видео, он положил карандаш в рот, это карандаши китайские. В общем, у него получилась аллергия. Чуть ли не волдыри стали выскакивать, как говорится, на теле, в основном, до, выше пояса. Теща нам сказала, что другой внук болел, он играл со землей, у него возникла такая-то проблема, аналогичная. Мы, естественно, пошли к врачу, врач посмотрел, выписал с артифеющие лекарства, и буквально через день, через два все это прошло. Второй раз сын заболел, стал жаловаться на боли в животе, но мы, честно говоря, испугались. Мы подумали, может, у него аппендицит. Я посмотрел, в интернете пишут, что да, у детей, маленьких детей, может быть, аппендицит, но так как это как наследственное, если там трое из ближайшего круга родственников заболели аппендицитом, то, естественно, и сын мог. Пришли к врачу, врач осмотрел, отправил нас, чтобы мы сдали анализы, сын сдал, оказалась у него инфекция. Чтобы маленькие дети соблюдали, как говорится, правила гигиены, это довольно-таки очень сложно. Предполагаем, где-то он не то схватил, не то сделал. В общем, ну, заработал. Дали лекарства. Наш сын, как говорится, любит употреблять все это. Ну, там же детские, они обычно сладкие, какие-то сиропы и так далее, и там подобные. Прошла неделя, пошли повторно, сдали анализы, все нормально. Ну, так как мы живем одной семьей и пользуемся иногда одним и тем же стаканом, там, воду пьем и так далее, и там подобное, мы сдали также анализы с супругой. Ну, показали врачу, в первый день врач посмотрел, ну, вроде бы нормально, а мне почему-то он дал совет пить сок, кокосовый сок. Утром, как говорится, натощак. Проходит определенное время, может, неделя прошла, может, чуть больше. Я, как говорится, старался пить кокосовый сок, я смотрю, смотрю, что у меня ниже щекотки нога начинает опухать, а я в основном все время стою, стою, смотрю, как рабочие работают, где-то даю советы свои, где-то как-то, что-то. В общем, постоянно нахожусь во дворе и постоянно стою там, редко хожу, ну, хожу так, не очень, в основном стою. Ну, как обычные люди, я так же не обращал внимания, думаю, ну, пройдет, в общем-то, что-то там не то. Но проходит три недели, ничего не проходит у меня. Что делать? Иду к врачу. Он мне назначает целую кучу анализов. Кровь, моча и так далее. Посылает госпиталь, у нас есть частный госпиталь здесь, в Тренту. Имейте в виду, если вы сдаете кровь, здесь правила совершенно иные. У нас в России, там, в странах СНГ написано, что мы должны 12 часов проголодать, а на Филиппинах, оказывается, надо только 10 часов. Но не больше. Если уже больше, все, у вас анализы брать не будут. То есть надо прийти чуть пораньше, когда исполнятся эти 10 часов. В общем, я сдал анализы, все. И уже когда анализы были готовы, пришел к врачу. Но он мне заранее сказал, что вот приходи в субботу. По стоимости. Вот анализы мочи, вот мы первый раз сдавали, ну, небольшие деньги, там, 80 песо или сколько-то там, ну, в общем, копейки, можно сказать. А доллар, обычно, там, 53-54 песо, один доллар меняет. Ну, всегда разный, получается, обменный курс. У меня, когда вот сдал я кровь и мочу на анализы, вышло 2800, примерно. Я округляю, но, по идее, с меня должны были взять больше. Но так как я сеньор-ситизен, то есть человек старшего возраста, мне 68 лет, то мне сделали скидку. И то, не со всех анализов, а с тех, которые проводятся в этой лаборатории. Сказали, вот часть анализов придется повезти в Сан-Франциско. В Сан-Франциско, я имею в виду, в Сан-Дель-Сурни и Соединенные Штаты Америки, Калифорния. И там проведут. Мы, естественно, там скидку не можем делать. И сказал, хорошо. Вот заплатил где-то около 2800 филиппинских песо. В назначенный день я пришел к врачу. А у врача как? Вначале записываешься, просто на лисочке, там, тетрадочке, есть свои данные. И потихонечку по очереди вызывает помощница. Ну, если это ребенок взвешивает, если это взрослый человек, значит, измеряет давление. Но она измерила. Ну, и говорит мне, 120 на 80. Я, честно говоря, не помню, когда я там проверял давление. Ну, наверное, когда работал в милиции. У нас там ежегодно проводили диспансер, там проверяли, какое у меня давление было, есть. Я, честно говоря, не в курсе. Ну, я сидел, ждал, когда подойдет моя очередь к врачу. Вызвали к врачу. Он меня посадил. Ну, естественно, у него уже медкарта есть. Все данные, которые записала медсестра, в том числе и давление. И он решил меня еще раз проверить. То есть проверить мое давление. Проверил один раз. Проверил второй раз. И говорит, 120 на 80. Мне это показалось странным, потому что обычно, ну, что, помощница проверила, записала, как говорится, в карточке все это есть, в истории, конечно. Ну, что ему проверять? А тем более два раза решил проверить. Вот. Пришел домой, запросил в интернете. Ну, вы все знаете, что давление обычно бывает в норме, в зависимости от вашего возраста. Так получилось так, что давление 120 на 80 это идеальное давление для молодых людей до 20 лет. Если человек старше, то, соответственно, давление повышается. А в моем возрасте там цифры довольно-таки большие. Естественно, я человек, который не разбирается в медицине, поэтому полез в интернет. Может быть, есть какой-то подвох, то, что в моем возрасте, в 68 лет, давление 20-летие. Может, какие-то есть минусы. Я обычно запрашиваю на английском языке. Ну, есть Google-переводчик, все это переводится. И смотрю не так, что любые веб-сайты, а сайты такие нормальные. В частности, я посмотрел National Library of Medicine. И вот, что я там прочитал. Я все это, как говорится, перевел на русский язык через Google Translator, поэтому могут быть какие-то погрешности в грамматике. Ну, ради интереса можете послушать. Идеальное кровяное давление адекватно перфузирует все различные системы органов, не вызывая повреждений. А что такое перфузия? Перфузия в медицине обозначает прохождение жидкости, в нашем случае крови, через ткань. Что дальше написано? Что любой орган с недостаточной перфузией будет страдать от ишемического повреждения или не сможет функционировать адекватно. Плохой мозговой кровоток может вызвать ухудшение психического статуса, литаргию, сонливость и даже кому. Плохая почная перфузия может вызвать почную недостаточность. Ну, напротив, слишком высокое кровяное давление может вызвать повреждение органов мишени со столь же катастрофическими последствиями. Инфаркт, инцульт, гипертоническая почная недостаточность, рентопия и так далее. То есть, никаких минусов я не нашел. Наоборот, идеальное давление оказывает положительное влияние на все органы человека. Наверное, многие скажут, где 20 лет, где 68 лет. Как это могло быть? Как это произошло? Что я делал для того, чтобы у меня давление оказалось вот таким идеальным? Я когда сыну отправил, я имею в виду мои параметры 120 на 80, он сказал, давление, говорит, как у космонавта. Ну, вы знаете, космонавт у нас обладает самым лучшим здоровьем. Я могу только предположить, почему же давление у меня такое идеальное 20-летнего молодого человека. Первое. Питание. Я не помню уже сколько лет я не ем сахар. Редкое исключение, когда-то куда-то путешествуем, зашли в какое-то кафе, и вот там кофе выпили, кофе обычно сахар я кладу. Но это в несколько лет один раз может случиться. Обычно, когда мы пьем чай или кофе, мы используем мед или же сухофрукты. мы более четырех лет прожили в Турции. Ну а вы в Турции знаете очень много сухофруктов, орехов различных. И у нас на столе всегда были орехи разные, фундук, фисташки, естественно, грецкий орех и миндаль. мы старались всегда чередовать инжир среди сухофруктов в основном, потому что в том городе, где мы жили, это, можно сказать, родина инжира. Больше всех наша провинция Айдин направляла на экспорт данную продукцию. Мы старались всегда придерживаться разнообразия. То есть не сесть на один орех или на один сухофрук и все месяцами его есть. Мы старались менять. Ну и потом есть сезон, когда во время сезона продается инжир, значит, инжир покупали и так далее и тому подобное. Молочные соответственно мы брали, кисломолочные продукты, чай постоянно я пил с молоком, но тоже старался иногда менять. То есть на кофе переходили, но кофе очень мало. Следующее, может это произошло за время моего проживания здесь и на Филиппинах. Мы живем уже три месяца. То есть мое давление стало таким хорошим, можно сказать, идеальным. Я специально показываю, что мы едим. Супруга мне готовит, вы обратите внимание, всего понемногу, всего понемногу. Здесь, естественно, нет орешков и сухофруктов. Питаемся всем, что можно купить. В основном фрукты и овощи. Мы, когда и жили в Дигасе, это шесть лет назад, я познакомился со своей супругой, основные траты в нашем бюджете это были фрукты и овощи. Ну, так как мы мусульмане, мы не едим то, что едят христиане некоторые, поэтому здесь в деревне мы только обычно используем рыбу, ну, иногда курицу. Но врач, я хочу обратить внимание, он сказал мне, что есть курицу, ну, то, что продает, нельзя. Да, native chicken, то есть, местную курицу, не ту, которую выращивают броди, можно, то есть, он поставил мне запрет. И мы, честно говоря, не очень много ели, там, неделю раз, может быть, там, делали гриль, наша, кажется, новая газовая плита, это позволяло, ну, за все время, может быть, раз в пять, наверное, но не больше, за три месяца. И то, я обычно ем крылышки, ну, и грудку немного, то есть, стараясь есть то, что содержит меньше всяких химикатов. Супруга тоже поддерживает это, и, наоборот, толкает меня на это. Я имею в виду, чтобы я очень питался осторожно, потому что она понимает, что я в возрасте, и она привыкшая, она живет здесь, у нее есть соответствующий иммунитет, ну, молодая, соответственно, сын тоже молодой, и поэтому для меня она выделяет особое внимание, питание. Что еще могло повлиять? Ну, естественно, я думаю, что брак, брак с молодой филипинкой. Я буквально начал новую жизнь. мы супругой интересуемся, как живут долгожители в разных странах, чем питаются, их образ жизни. Так вот, многие долгожители, 90 лет, я имею в виду, мужчины, сохраняют способность, ну, вы понимаете, к чему. Так называемый мною парный спорт. это оказывает положительное влияние на здоровье мужчин. Следующее, характер супруги, как она к вам относится, это тоже играет большую роль. Ну, супруга меня очень часто обнимает. Каждый вечер, когда мы ложимся спать, говорит мне спокойной ночи, мой дорогой, я люблю тебя, и так далее, и там подобное. И ждет соответствующий ответ от меня. Саботится обо мне, в общем, не дает сделать лишних движений, а меня, как говорится, когда проведет, продувает, когда сижу на сквозняке, обычно болит поясница. Супруга не позволяет мне что-либо поднимать, она все сама делает, а тем более у нас еще нет сейчас водопровода, можно так сказать, приходится ведрами таскать. Всем, всем этим занимается только моя супруга. И вот вы обратили внимание, не так, что она мне подала картошку, бери, ешь сколько хочешь, или кому тебе местная картошка, вот так. Нет, она все нарезает мелкими кусочками, чтобы было разнообразие. Имейте в виду, разнообразие в нашей жизни, не только в питании, но вообще имеет тоже большое значение для вас. Многие мне писали, вот ты купил участок, на дороге, там машины будут ездить, то, сё, в общем, ну, во-первых, не ездят машины так часто здесь, это раз, во-вторых, вот сейчас ночью, какой ночь там, может уже 7 часов, наверное, вечера, или чуть больше, ничего нет, никакого движения и так далее, и тому подобное. На что я обратил внимание, когда мы жили в Турции. Я жил в районе, который, в общем, значится как город, где проживает долгожители, и район наш, где мы поселились, тоже, в общем-то, мы общались с людьми, спрашивали, какой возраст, и так далее, и так подобное, там, 90 лет был мужчина, постоянно на рынок ездил, вот здесь, до Филиппинах вы не увидите, что пожилые ходили по рыбку, а в Турции очень много, и в Фетхии тоже самое. Так вот, на что мы обратили внимание, что все пожилые уже в возрасте, им, наверное, 80, может кому-то меньше, может кому-то больше, 90, они все время под вечер или днем вытаскивали стульчик, вставили возле калитки своей, сидели и смотрели на людей, там, проезжают машины, проходят, и вот этот нюанс я обратил внимание, почему? Мы практически весь день сидим на террасе, вот я смотрю там, проезжает машина, мотоцикл, проходят соседи, я смотрю на них, и вот это разнообразие получается, я себе мысленно представляю, а если бы мы жили бы, как говорится, на второй линии, и никого бы не видели, только там соседок какой-то там, или одну соседку, что она там прошла, или прошел кто-то, и все, никакого движения, никакого разнообразия, а вот когда я смотрю на людей здесь, на машины проезжают, ну, обычно филиппинцы добродушны, они махают рукой, там, рабочие часто проезжают мимо, вот, получаешь какое-то удовлетворение, такая маленькая-маленькая искорка, я на что обратил внимание, это тоже, я думаю, влияет, вот, когда вы делаете какое-либо добро людям, ну, дали деньги бедному человеку, или где-то что-то помогли, и так далее, и там подобное, да, вот, вот эта искорка, она проходит через вас, то есть, какое-то внутреннее удовлетворение вы получаете от того, что вы там кому-то помогли, я думаю, что вот этот образ жизни, то, что никому стараешься не делать что-либо плохого, не только, как говорится, делами, но и своим языком, это в данном случае выражение одного из хадисов нашего пророка, мир ему, ну, кто-то из вас скажет, да нет, это не влияет, и так далее, и там подобное, ну, как у многих знаменитостей, у меня есть дюжина личных интернет-троллей, они даже собираются в одном из чатов, и так далее, и там подобное, и вот я стал изучать о них, и в одной из научных статей, она опубликована на английском языке, написано, что человек, который даже читает нехорошие слова, у него в мозгу появляются пустоты, а вот теперь представьте, вы просто читаете текст, который написан кем-то, а если человек сам пишет, то есть он все вырабатывает это и так далее, и так подобное, вкладывает, как говорится, то, что он написал, какие пустоты у него могут быть, мне как-то в прошлом году звонил один из троллей, такой вот знаменитый, который самый там ярый, и в ходе разговора он сказал, что он так заболел, чуть ли не с того света вышел, одной ногой было на том свете, почему это происходит, ну вы знаете, если ученые говорят, что возникают пустоты, а мозг играет большую роль, то есть на все органы человека, то соответственно, когда есть пустота, нет контакта, да, значит, это каким-то образом влияет на ваш иммунитет, на все ваши органы и тому подобное, поэтому старайтесь сделать добро, по-доброму относиться к людям, если есть возможность помогать, если вы увидели бедному, помогите ему, обычно бедные люди сами не подходят, они не спрашивают деньги, они, как говорится, стоят в сторонке, как говорится у нас в Коране, вы их сами узнаете, кто истинно бедный человек, кто нуждающийся, и вот тогда вы будете получать так называемую маленькую-маленькую искорку, вот вы все знаете, у нас был недавно ковид, да, ну, ноги заболели, ну, кто-то по возрасту заболел, так как вы знаете, что с возрастом у человека иммунитет падает, ну, кто-то родился уже таким с низким иммунитетом, но если взять нормальных людей, то если он вел себя нормально, вел здоровый образ жизни, то соответственно они спокойно перенесли вот этот ковид, а некоторые даже не заболели, а если заболели, в легкой степени это прошло. Я так считаю, что ваша жизнь, как вы жили, как вы относились к другим, это тоже влияет на ваш иммунитет. Я как-то читал, в чате нужно было, как говорится, одни документы передать соответствующую государственную организацию, я посмотрел, что многие интернет-тролли заболели ковидом, многие, и некоторые довольно-таки тяжело, они писали об этом и так далее, и там подобное. Ну и второе, физическая активность. В Турции, когда мы жили, мы постоянно совершали пешие прогулки, постоянно ходили пешком, но здесь, к сожалению, мы не имеем такой возможности, во-первых, нет тротуаров, во-вторых, у нас продолжается стройка, приходится все время заниматься с рабочими, смотреть, приводить материалы и так далее, и там подобное. По сравнению с Турцией, мы там, как говорится, когда находились в квартире, то постоянно, можно сказать, горизонтальным или в крайнем случае сидели. Здесь, на Филиппинах, но я постоянно хожу во дворе или в крайнем случае сижу там на террасе, читаю что-то и так далее, и там подобное, или просто сижу, смотрю, любую из природы. Это тоже, кстати, природа играет определенную роль. Я не знаю, как к другим, но вот я смотрю на воробьев, на птиц, я даже специально корм рассыпливаю, чтобы птицы прилетали и ели. И мне приятно. Может быть, если кошка какая-то будет есть, допустим, мне не очень будет. А вот когда я смотрел, вот я сегодня тоже смотрел, специально досыпал, воробьи подошли, там начали клевать и так далее, они пугливые, как вы знаете, да, вот я уже со спальни смотрю и даже заснял некоторые моменты. И вот видишь, когда это, тоже получаешь какое-то удовлетворение, вот какую-то искорку. Но, как говорится, основа, я так думаю, разнообразия. Кто жил в Средней Азии, они меня поймут. У нас когда-то жили люди разных национальностей, я жил в Ашхабаде. И вот для меня было приятно, когда я видел людей разных национальностей. Вот после развала Советского Союза я приезжал и жил даже пять лет. Практически все разъехались везде, на улице и так далее, там, под окном, магазинах, на рынке, везде встречаешь людей коренной национальности. Вот этого разнообразия нету. На этом все, дорогие друзья. Счастливо, всего хорошего. Пишите комментарии, пишите ваше мнение. Я не врач, я просто высказал свое мнение, свой личный опыт, экспириенс. ваше мнение.